все в тот год было не по-людски как зарядили в конце мая дожди до холода так и простояли считай до самой осени редко когда выдавался денек-другой с настоящим солнцем с проникающим до костей жаром да с блаженной всеобщей истомой только поверит обыватель что заблудившиеся лето все же набрело на самару только запасется бочонком пива англять сызного набежал из-за Волги промозглый ветер закрутил по улицам пыль и всяческий мусор подогнал откуда-то страшные тучи и пошло хлестать с утра до вечера а с вечера опять до утра что за погода а у меня сегодня в руках роман владимира сокольникова нам здесь жить самара год 1918 революция это рёвы улиц это топот толп прочтенный вслух только в революцию можно стать под пули грудью отвеяв их словно пух испокон веков стояла самара в глубине россии села как умела хлеб торговала чаевничала заваливала базары рыбой грызла огромные с ноготь семечки и не думала не гадала оказаться вдруг при фронтовым городом перевернул все с ног на голову 1918 год кто бы мог подумать что обрушит этот 1918 на самару события грозные и непонятные сказать бы еще год коренному самарцу который никогда не бывал дальше сызрани что он увидит вот на этих мостовых щеголеватых иностранных солдат и вечно хмурых и настороженных иноземцев в тяжелых хоктюги о ботинках не поверил бы самарец рассмеялся а теперь вот поверить пришлось и теперь на каждом шагу самарец должен был предъявлять свой затертый спортишка как будто живет он не в своем собственном городе а в чужих заграницах нет теперь самарцу не до смеху теперь он знай себе суетиться доторопиться а выставить на стол лучшую снеть когда вдруг зайдет к нему с досмотром чешско-словацкий патруль теперь самарцы не гуляют по городу а в часов вечера закрыв ставни на огромные болты тихо-тихо сидят по домам не зажигая огня чтобы не ровен час не накликать какого непрошенного гостя а если где-нибудь совсем близко за палисадником вдруг грохнет выстрел то закрестится самарец и будет приговаривать пронеси господи мимо дома моего ох господи вот люди то рисковые пошли так думали почти все но не так думал ведь к шмыров которому хоть восемнадцатый хоть раз восемнадцатый год и то не указ но и здесь самаре обстановка была уже не то что полтора два месяца назад эсеровские говоруны и скомуча скомпрометировали себя окончательно и бесповоротно теперь им уже никто не верил даже самая отсталая часть рабочих да и сами то члены правительства видимо потеряли надежду завоевать популярность в массах на предприятиях выступали все реже и реже предпочитали отсиживаться в наумовском доме как в осажденной крепости день и ночь в этой крепости захлебывались пулеметной трескотней пишущие машинки поливали во всех направлениях длинными очередями приказов инструкций и распоряжений всем 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 спасите россию спасите нас ее народных вождей добровольно заточивших себя в невзрачном особняке на дворянской улице не понятых в благородстве и осмеянных величии не было никаких сомнений в том что самарскому правительству приходит конец наступление белых было остановлено по всему фронту а железная дивизия гая уже штурмовала симбирск свернув с почтовой на самарскую ведь к шмыров с васькой федотовым сразу налетели на патруль опасаться было нечего самарцы привыкли постоянной проверки документов но кто же добровольно лезет в лапы патрулей начались утомительные расспросы кто куда зачем все документы были в порядке так что опасаться парням было нечего и прапорщик вернул парням документы обоим было еще далеко до 18 так что мобилизация они не подлежали но все же прапорщик пригрозил парням дескать знаю я ваши ранетки что он имел ввиду ребята не поняли но все же остались довольны что все так обошлось могло бы быть и хуже уйдет вот так человек на рыбалку а глядь уже солдатах или хуже того в крестах тут неподалеку надо было до оренбургской шпарить а уж там повернуть с сожалением сказал а витька она ничего на этот раз пронесло так они прошли прямиком через молоканский сад и вскоре оказались возле трубочного завода оттуда до врага была рукой подать хорошо за оврагом глянешь назад лежит под тобой как на ладошке весь трубочный разбросавший по берегу закопченные корпуса мастерских видно как между мастерскими катают тележки грузчики грохочет сердится и плюется огнем заводская кузница а дальше за заводом виднеет вся самара большой путанный город захвативший высокие холмы по над волгой над всем высится огромный собор твердыня святой церкви гордость самарская говорят откуда ни смотри виден собор за сто верст может и прибавляют немного но далеко видать это точно а взглянешь на волгу и того лучше вот они рядышком жигулевские ворота кажется сбеги вниз бултыхни из волгу вот она какая плавная да покойная выдавай счета переплывешь с оженками и подымайся на самую вершину в постниковом овраге ребят подошли задов к дачной усадьбе купца сверидова и через ограду перелезли на участок ранее то в этом году было немного с большим трудом мальчишки нашли три беспризорных деревца а когда обобрали их получилось всего-то три пригоршни яблок куром на смех и тут они увидели как к воротам усадьбы подскакали шестеро всадников тяжело ступая ступенькам вниз спустился одеты не по сезону старик ватном пиджаке в малахай и в подшитых валенках в одной руке он держал берданку в другой цигарку подойдя ко всадникам старик вежливо снял шапку кто такой не слезая с коня спросил офицер тутошний я ответил старик это кто это в межсезонье держит сторожа уж больно щедро обернулся офицер к своему приятелю в золоченом пенсне много их у меня датчик то ответил старик вон они разбежались по всему оврагу а чего ты тут сидишь спросил офицер смотреть надо за участком то повыше тут теплее ответил старик а участка то кому он но не ваше благородие нужен пусто здесь но не скучно поехали скомандовал офицер и кавалькада рванула дальше на обратном пути сдач в город мальчишки чуть не всю дорогу молчали думали о встреченном ими патруле и о всадниках а также о подслушном разговоре офицера со сторожем много странного и непонятного было теперь в самаре в той самой самаре где еще совсем недавно они знали каждый куст каждую почку недавно знали а вот теперь под каждым кустом и под каждой почкой могла скрываться опасность на дворе стояла осень 1918 года на рассвете 7 октября город напоминал стоящий на огне чугунский кипятком придавленной тяжелой и плотной крышкой вроде бы на вид ничего не происходит с ним чугун как чугун только чуть-чуть шумит внутри да прорвется иной раз жиденькая струйка пара но проходит минута другая невидимое снаружи хипения сбрасывает как перышко тяжелую крышку разливается горячей лавой а коли крышка окажется слишком плотной то разлетается в дребезги сам чугун внешне ничего за эти дни в самаре не изменилось все также горцевали по центру конной патрули сотрясали мостовые ударами кованых сапог проходящие воинские части все также шумел и задыхался в суете вокзал не умеющий устроить в поездах всех жаждущих покинуть город ибо даже самые отчаянные оптимисты из офицеров и те понимали что через день-два город придется оставить может быть навсегда красные наступали широким фронтом охватывая самару подковой вдруг в городе не нашлось ни одного боеспособного подразделения которое могло бы дать отпор рабочим дружинам увидев на улицах вооруженных рабочих офицеры которые мечтали напоследок пустить дым кромыслом поспешно ретировались к вокзалу и только у здания контрразведки где оказалась комендантская рота завязался настоящий бой рота тоже попыталась прорваться к вокзалу но рабочие оттеснили ее и стали теснить к центру города сводные отряды швейников и подошедшие им на помощь рабочие с завода полякова и с башкировских мельниц теснили комендантскую роту все дальше и дальше а стоящий на менте царь освободитель с удивлением наблюдал сначала на то как белые один за другим падали под выстрелами красных а потом как полковник контрразведки собрав в кулак остатки своего отряда повел его на прорыв к волге и там же на площади у здания окружного суда остался лежать ведь к шмыров так и не успевший расстрелять свою дюжину патронов пуля ударила его в мальчишеский лоб под взбившийся чубчик ведь к упал раскинув руки как будто бы собирался куда-то плыть по опустевший холодной площади революция кто сказал что сегодня труд встал что сегодня найден трудный путь революция именем беспутства спины приказала разогнуть с вами был михаил перепелкин